Год кабана, но подложить свинью горожанам у мэрии, похоже, не получится. Возмущение людей докатилось до правительства и парламента. Платный аттракцион хотят запустить под носом у депутатов. Это недопустимо. Прямо на площади Советов, когда из деревень, из сел будут приезжать детишки, и будет какая-то дискриминация. Винтажные горки – успешный коммерческий проект во многих городах. В ЛНД франшизу запустили еще два года назад. Арендовали участки около Пионера и в парке Юбилейный. А в центре города с щедрой руки чиновников зашли практически бесплатно. Мэрия отдала четверть площади за билеты и пару утренних бесплатных часов. Нам администрация разрешила, с учетом того, что она будет социальной. То есть мы будем какую-то часть билетов раздавать бесплатно. Но щедрость ни бизнесмена, ни мэрии жители не оценили. И их поддержал глава Бурятии. Впрочем, Алексею Цуденову не привыкать расхлебывать то, что заваривают городские власти. Вот и сейчас он настоятельно рекомендовал выкупить горку и сделать ее доступной для всех без исключения. Если город там не найдет возможность, соответственно, сами выкупим и обеспечим ее бесплатную эксплуатацию. Эти расходы же бюджетные, но с кого-то должен быть потом спрос какой-то, может, конкретный чиновник должен и дисциплинарную ответственность, и в том числе и рублем, наверное, понести. Готова ли теперь потратиться администрация города, неясно. Мэр со скандальной темы съехал. Ну, как решение будет принято, мы у вас в известность поставим. А когда оно будет принято? Когда будет принято, у вас в известность поставим. Юрий Захарович, зайди, пожалуйста. А вообще саму ситуацию, как вы оцениваете сейчас, которая вокруг горки происходит? Юрий Захарович, зайди, пожалуйста. Отвечать на вопросы мэру все-таки придется. На совещании с правительством оно пройдет поздним вечером и без журналистов. Там и решат судьбу скандального аттракциона. Эта горка же, как и объект, тоже достаточно сложный. Ему требует обслуживания. Там должны быть какие-то дежурные, или, как они говорят, стюарты, которые будут за порядком следить. Нужно бы определить, каким образом, что, как запроектировано, отвечает ли она сама проектная документация нормативным требованиям. Но проверять горку теперь будут не только специалисты из правительства. Ревизию строят и прокуратура Бурятия. Есть такой просьбой. В контролирующий орган обратился депутат Государственной Думы от Республики Николай Будуев. И это еще одно напоминание мэрии. Любишь кататься, люби и саночки возить. Ольга Арсунукаева, Жаргал Гамбажапов, телекомпания «Оригус».